Электронные паспорта изготавливаются из поликарбоната. В этот материал входит состав бронированных стекол, используется в самолетостроении. Специалисты говорят, поликарбонат – эластичный, но очень крепкий материал. Теперь он будет защищать и встроенный чип, в котором заложена не только основная информация гражданини, но и данные секретного характера. Такое удостоверение должно прослужить не менее 10 лет. Внешний паспорт тоже претерпит изменения. На левом верхнем углу расположен флаг страны, также символ государства Сайомба. Символ тусклой, но на свету четко выделяются солнце, луна и пламя огня, которые издревле являются символом Монголии. Новый паспорт отличается от существующего еще и наличием голограмм, отличительными знаками. Название рода, имя отца, собственное имя владельца, написано латинскими буквами. Сейчас данные записаны на кириллице, что вызывает некоторые трудности, к примеру, с выездом за границем. Работа по выдаче новых документов начнется с 26 декабря, должна завершиться 20 июня следующего года. Новый паспорт будет стоить не больше, чем стоит теперь. Однако мы готовим проект, по которому паспорта будут выдаваться гражданам бесплатно. Также намерены передать правительству предложение, чтобы работа прошла быстро и без излишних бюрократических трудностей. Мы постараемся, чтобы паспорта выдавались без очередей. Управление должно обеспечить новыми удостоверениями личности всех граждан до начала выборов в парламент. Кроме того, бюллетени со списком кандидатов в депутаты будут выдаваться избиркому и в участке только из управления регистрацией граждан. Этот вопрос обсуждается в рамках утверждения нового закона о выборах. Таким образом будет ликвидирована практика подмены бюллетеней, разного рода мошенничества. Какие еще нововведения ждут монгольских избирателей, рассказали специалисты управления. Система регистрации будет базироваться на отпечатках пальцев граждан, поэтому теперь не будет такого, чтобы один человек смог проголосовать несколько раз. Кроме того, новый электронный паспорт имеет специальный чип для участия в выборах. Так выборы пройдут честно. При смене места жительства гражданин должен поменять и электронный паспорт. В базе данных заложена информация об участии в выборах, оплате налогов, приводов милицию. Ознакомиться с личной информацией смогут только определенные ведомства. Для граждан плюс в том, что теперь не нужно будет писать заявление о выдаче той или иной информации, справки или характеристики. Саланго Атганбат, Аистман.